Ну что ж, начнем с... Поступил от Степана Алексеева 7 часов назад Такой вопрос Петрович, не могли бы Вы посмотреть и заработать это видео Об отрицательном эффекте голодания после прочтения книги Малахова То есть моей книги, да? Ну давайте посмотрим, что это такое За видео и разберем его Добрый день, дорогие друзья Я желаю Вам здоровья и счастья И сегодня я расскажу, почему я бросила голодать Милая тетя Я голодала... Сколько? Два года Да, ровно два года я голодала И голодала я раз в неделю В течение суток То есть с вечера до вечера И потом до следующего утра То есть это получается двадцать четыре Плюс... Это получается тридцать шесть, нормально? Десять... Ну тридцать четыре, тридцать шесть часов вот так Ну я это делала как вот... Порфирий Иванов Тоже там тридцать шесть часов даже чуть больше он голодал раз в неделю Порфирий Иванов голодал побольше там, это правда Как бы тоже голодает раз в неделю То есть есть какие-то примеры там, что люди здоровее, там улаживаются, все хорошо И вот что я заметила сразу, у меня появилась отрыжка Сначала она была легкая Вот смотрите, появилась отрыжка О чем это говорит? На голоде отрыжки никакой не может быть Отрыжка появляется после того, как человек что-то поест То есть все дело заключается в выходе из голодания Потом в течение двух лет она становилась все сильнее и сильнее То есть какой-то фактор действовал все больше и больше Какой же именно это фактор? Само голодание так не может действовать Оно наоборот все уравновешивает Что там было, то есть куда-то что-то разбалансировано А голод наоборот приводит это все в норму И как правило норму нарушает это наша обычная жизнь И особенно связано с питанием Давайте дальше Как-то не придавало этому значения Это я уже потом прочитала, что в течение голодания Не, ну вообще я знала, что в течение голодания Наш организм окисляется И это окисление сжирает как бы все отмершие клетки Всю гадость это сжирает и это хорошо Здесь не действует ни закисление, ни кислота Здесь просто создаются условия Но за сутки таких условий просто-напросто Даже за двое суток они просто-напросто не создаются в организме Для того, чтобы что-то там съелось Да, это как пищевое воздержание Стимуляция, вернее не стимуляция А работа по дисциплинированию своего собственного аппетита То есть вот желание там поесть Это очень хорошие сутки полтора Дело в том, что у меня повысилась очень сильно кислотность желудка И вот это вот пошла отрыжка Это уже неприятно, некрасиво Так, смотрите, повысилась кислотность желудка Запомните И появилась отрыжка Причины? Окисление А зачем нам окисление? То есть женщина думает, что это делает якобы окисление организма Еще разок повторю Голодание просто-напросто Все, что у вас было кисло-щелочное и так далее Оно приводит в норму Но вот этого просто-напросто срока вообще-то особо недостаточно Для того, чтобы что-то там в норму привести Но более-менее Важно знать, что за период пищевого воздержания В течение 24-36 часов Никакая кислотность еще не увеличивается Желудок, наш желудок От-ды-ха-ет И восстанавливается Важно нормализовать внутреннюю среду организма Все Кислая она там, щелочная Это вас не касается Главное ее нормализовать А вот это вот закисление, защелачивание Начинает просто-напросто вас сбивать с толку Вы не поймете, что это такое И как она действует Григория Малахова Вот это говорит о том Григория Малахова Геннадия Малахова Это говорит о том Если человек не запоминает автора книги То как же он может понимать там содержание этой книги Логично? О очищении, о голодании Вот он везде пишет Надо голодать как можно дольше За один день, как ничего не сделаешь Но он про один день в принципе не говорил Но он везде советует именно долго-долго голодать Нужно Долго-долго голодать И вот я смотрите подготовился голодание в лечебных целях Сразу же у меня книжка, чтобы у меня было О чем я тут рассказывал Голод в природе Голод в истории человечества Разъяснение понятия голодания Вообще, что это такое Так, описание процессов, происходящих на голоде В организме человека То есть надо познакомиться Вот что-то вы делаете со своим организмом А что в нем происходит Надо же разбираться Если без этого вы не разбираетесь То будут различные у вас То будут различные у вас Недопонимания И вы в них не разберетесь Так Часть вторая Практика голодания Вот она Кому голод вредит, а кому помогает Предварительная подготовка пред голоданием Правильное проведение Правильное проведение 24, 36, 42-часового голодания Выход из 24, 36, 42-часового голодания То есть эти вопросы Этим вопросом Я уделил внимание Как вы читали Чтобы все Вся гадость у нас там умерла Кислота это все убьет Очень наивно все это рассказывается Буду несколько дней голодать И получается Я проголодала два дня И потом Видимо Я неправильно Начала выходить Я обычно как Один день поголодаю Потом яблочко скушала Весь желудочно-кишечный тракт Запустила И дальше нормально Ничего там А то я получается Как всегда Два дня проголодала Думаю Тоже ничего страшного Яблочко скушала И потом завтракаю Как обычно Там может быть Мы кушали сыр Может быть А я уже не помню И И Вот как раз Надо было Читать с помощью Чего необходимо Выходить То есть Повышение кислотности В желудке За счет Чего Оно происходит Оно происходит За счет Фруктовых кислот Которые Находятся В свежих Яблоках Поэтому Ничего удивительного Нет Из-за того Что Человек В течение Двух лет Регулярно Бомбил Свой организм Целенаправленно Значит Воздействие На желудок Фруктовых кислот Отчего 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 Естественно Повысилась Кислотность В желудке И появилась Я считаю Отрыжка От этого То есть Неправильный Выход Выход Надо было Совсем Но мы Делать Как Я вам Только что Показал О том Как Выходить Надо В обед Мне стало Хуже Может быть Просто В силу Того Что Мой организм Не в состоянии Долго Голодать Потому что В молодости Я могла Долго И три дня Проголодать И потом Никаких Последствий А тут уже Как бы Есть какие-то Изменения Ну Скажем Какие изменения Изменения в том Что просто Жизненных сил Конечно Стало Меньше Но В связи с тем Что Обменные процессы Понижаются В пожилом возрасте Даже голодать Легче Нежели В молодом В молодом Хочется есть Ему нужна пища Для роста Для активности И так далее В пожилом Но женщина Еще не в пожилом возрасте Но Чем грубо говоря Старше мы становимся Тем легче Голодать Дети Которые Голодают Допустим Ребеночек Грубо говоря Там Один-два Годика Да он может Через три дня Уже и Умереть Понимаете Вот Если ничего не ест А взрослый Особенно Пожилой человек У него там Пока там Все это Включится Но тем не менее Возрастные И с этим Нужно считаться Смотрите Считаться Необходимо С тем Что Все Мы Индивидуальны И очень важно И здесь В этой книге Тоже Подобрать Подобрать Для себя Индивидуальную Приемлемую Степень Воздействия На организм С помощью Голодания Это очень важно Чтобы я особо Не превышал Чтобы вам было Комфортно Потому что Я когда готовился К длительному Голоданию Я постоянно Голодал Неделю Раз Неделю Раз Неделю Раз А потом Когда вышел Допустим Неделю Раз А потом Грубо говоря Три дня Раз В месяц Получалось Все заключается В настройке И в правильном Выходе Я вам рассказывал И здесь Кстати Приведено Пример Как я сам После 18 дневного Голодания Получил Прекрасные Результаты Перечеркнул Это все Выходом На апельсинах Буквально Три-четыре дня Выхода На апельсинах Апельсины Вкусные Хорошие И так далее Вот на чем Надо как бы Выходить И советуют Другие авторы Как раз По голоданию И я вот этому Совету поддался Не Не понимая Что фруктовые Кислоты За эти Три-четыре дня Съели Эмаль С моих Зубов И зубы У меня Стали Черными И я подумал Вот это я Доголодался Не понимая Что же Произошло Я Меня Начало Тошнить Этот Третий день Я получается Тоже Проголодала То что я съела Меня Вырвало И я Не могла Запустить Свой желудочно-кишечный Тракт Даже на следующий день Только к вечеру Получается Четыре дня Я проголодала Опять Опять Мне было плохо Меня Рвало Это сказалось И потом У меня Нога Начала Ныть Вот смотрите Рвало Вообще Рвало Это говорит о том Что идет Отечение Через верх Через Легкие Через Желудок То есть В некоторых случаях Люди даже Это не понимают Насколько Голод им Может помогать И Какие процессы Происходят Если человек Начал Голодать У него Сразу же В голове Зашумело Что-то там Затошнило И так далее Это говорит о том Что Голод Сразу же Начал Работать Вот Но тут Но тут Но тут Именно Вот этот Вот Эти яблочки Свежие И В течение Длительного Времени Вот Просто Напросто Произвели Такое Действие На желудок Что В нем Повысилась Кислотность Со всеми Вытекающими Последствиями Думаю Может на погоду Я не связала Это с голоданием Потому что Никогда После голодания Мне плохо Не было А она Ныла И ныла Эта моя Нога И я уже Пошла К врачу Жаловаться И мне Прописали Камбилипен Камбилипен Это Витамины Группы В Грубо говоря Эти витамины Группы В Делайте Проросшую Пшеницу И Употребляйте Это Самые Лучшие Витамины Группы В Из Своей Практики Скажу И многие Скажут Что когда У человека Прихватило Спину Седалищные Нервы И так далее Начинают болеть Воздержание От пищи То есть Голодание Позволяет Создать Такие Процессы В организме Которые Расслабляют Вот этот Зажатый Участок И спину Отпускает Сколько Раз Так у Меня Было Когда Я не Знал Что Сделать Со Своей Спиной Я Всегда Начинал Голодать И Это Помогало Поэтому Что Тут Получилось У Этой Женщины Что У Это Регулируют Как Бы Деятельность Нервных Окончаний Видимо За эти 4 Витамина В не Поступало И У меня Там Уже Начались Значит Смотрите Вот Видимо Не Поступало То Есть Нет Понимания Какие Процессы Происходят В организме Человека Не Поступало У нас Существуют Запасы Вообще То И Минеральных Веществ И Витаминов И так Дали И тому Подобное Которые За 4 Дня Ищерпать Просто Невозможно Чтобы Это Ищерпать Надо Грубо говоря Там В течение Длительного Времени Находиться На Какой-то Знаете Одностороннем Питании В котором Этого Нет Тогда Что-то Такое Произойдет То есть Это Просто Какие-то Догадки Что Витаминов Там Не стало И мне Там Стало Плохо Плюс Вот эти Синтетические Витамины Которые Рекомендуются Но Грубо говоря Если Они Там Процентов На 10 Как-то Работают Процентов На 10 А В основном Это Синтетика Вы ее Поели Посмотрите На Мочу Которая У вас Выходит После Приема Витаминов И Ощутите Запах Витаминный В этой Мочи Давайте Дальше Какие-то Изменения И Вот Я Этот Камбилипен Бедный Пью До сих Пор Это Уже Прошел Год С Того Момента Ну Тогда Я Не только Камбилипен Пропила Я еще Записалась На ИГОК Вот Смотрите Вот Этот Чудо Препарат Он В свою Очередь Может Просто Зашлаковать Организм То есть Действие Может быть Минимальное Зато После Действия Максимальное На Организм Меня Вообще Интересует Интересует Для чего Это все Она начала Голодать С какой Целью Давайте Дальше Послушаем Иглоукалывание Меня Очень Хорошо Восстановило Потом Зимой Как бы Не беспокоило А весной Начинается Ухудшение Опять Начало Опять Беспокоить На Ну вот смотрите Вот Если человек Опять-таки Не понимает К нему Применяются Да Вот тут Хороший пример Образ жизни Это Образ жизни Это как Автомобиль Вы ведете По дороге Если вы Аккуратно Ведете По дороге То есть Придерживаете Всех Норм То он Нормально Едет И не ломается Как только Вы начинаете Его По буеракам Он естественно у вас ломается Заехали допустим там Грубо говоря В автосервис Вам его подчинили Вы опять поехали по буеракам То есть почему это все возвращается Но я же никаким особо не обращаюсь Вот целителем Иглоукалами и так далее Наоборот я только Если обращусь от них только хуже чувствую себя То есть все должен решать Образ жизни Образ жизни А не какие то процедуры Вы не понимаете Как вы с помощью образа жизни Делаете себя больным Понимаете И продолжаете делать Плюс вот эти вот все процедуры поделали Ага где там что то там помогло А хорошо А потом все возвращается опять Вот когда это опять не возвращается Это говорит о том Что вы правильно занимаетесь здоровым образом жизни Хотя я уже не голодаю Ну вот до весны в принципе Да я еще как то пыталась Иглоукалывание уже восстановило себя Пыталась голодать Но уже более щадящими какими то методами Иглоукалывание восстановило себя Понимаете Ну как ответить на это Ну иглоукалывание так Чисто теоретически Вот Можно сказать что оно способствует тому Что нормализует энергетические потоки Которые были В организме Разбалансированы Вы же не будете постоянно сидеть на этих иголках Да Просли курс Вроде как поправили вам здоровье Далее вы значит Опять пускаетесь В образ жизни И он опять вас Приводит к тому же состоянию Восстановили себя Я восстановила себя 24 часа только Потом я получается С вечера до вечера поголодала Вечером чуть-чуть покушала И я во-первых И спокойно засыпаю И как бы Не так мучаю себя Нехваткой витаминов Но потом Весной началось ухудшение Опять меня начала беспокоить нога И я просто Я так поняла Я уже не выдержу голодания Но Вот сказать что Были какие-то улучшения За эти два года Я не скажу Единственное что Запор Меня перестал беспокоить запор Потому что в этот день Мы же не кушаем Опять же мы там Если чуть Хуже становится Голова болит Начинаем клизмы делать Или еще что-то Или даже Магнезию пить То есть Желудочно-кишечный тракт Хорошо прочистился Ну смотри